Всем привет, вы на канале ProRider, с вами Алексей, сегодня катаемся по Московской области. Предыдущий ролик, как привыкнуть к тяжелому колесу, можете посмотреть боли страданий Bigot Master. Итак, почему мы не в Москве? Ведь можно поехать в парк Горького, где чаще всего можно встретить моноколесников, покататься по набережной, подняться на смотру. Да вот только есть одно но, куча кикшеринга, прохожих, велосипедистов и загруженный трафик, как на тротуарах и дорогах. Невозможно нормально насладиться поездкой, потому что в выходные дни какой-то апокалипсис. Всем нужно обязательно поехать погулять в парке Горького, быть в телефоне и, конечно же, на велодорожке. Вспоминаю времена пандемии, когда там было очень классно, все дороги свободные, розетки, нет такого количества людей и кикшеринга. Очень жаль. Ребята, кстати, спрашивали, почему я не приезжаю туда, да просто нет удовольствия ехать даже. Собственно, давайте окунемся в атмосферу природы, свежего воздуха, свободных дорог, где нет аренды самокатов, мамочек с колясками на велодорожках. Почувствуйте вкус свободы, наслаждение, чувство полета и путешествия. Сегодня катаем с Артемом ЕУСи Свобода и Сергеем Килькой колеса EX30 и мой мастер-высокоток 40Т. Сегодня вы увидите, как батарейка мастера тает на глазах за 17 км при весе райдера девушки 57 кг, какую скорость выдает высокотоковая батарейка до 50% заряда, какие просадки. Когда вы будете слышать звонки в видео, это мне передается в гарнитуру, в шлемы выдавления, что уже необходимо снизить скорость и это позволяет избежать продава. Честно говоря, батарея очень маленькая у мастера, мне ее не хватает, приходится заряжать колесо несколько раз в день и это огромный минус. Из плюсов это то, что на 30-40% с учетом моего веса я могу ехать около 60 км в час и это будет безопасно. Конечно, если вы будете ехать в неспешном режиме, вам может хватить аккумулятора и на 80, и на 100 км, но учитывайте, что вы будете просто катиться с какой-то пешей скоростью. Поэтому, кто говорит, что хватает батки 1000 ватт-часов, учитывайте, что будет скорость до 35 км в час. Конечно, кому-то это будет нормально, я понимаю, что многие ездят не быстро, но я говорю сейчас о своей личной эксплуатации и делюсь с вами своими ощущениями. Сейчас в день проезжаю более 100 км в смешанном режиме тротуар, велодорожки, по чьей хотя бы 2400-2700 ватт-час батарейку, а лучше еще больше, но чтобы вес колеса был на том же уровне. Учитывайте, что если будет мастер 2400, при таком же режиме батарейка будет раздряжаться примерно так же, а на низком заряде не выдаст максимальную скорость, поэтому если говорить о моем режиме эксплуатации, то высокоток, конечно же, лучше. Если говорить, плохо ли это для аккумулятора, когда остается 50% заряда и снова идет заряд, быстрая зарядка из 6-8А, далее снова зарядка и снова зарядка, это нехорошо, потому что если говорить о батке 3200 или 3600 ватт-час, то вы не выкатываете за день, ну или остается 5-10% и ставите на зарядку на ночь, что лучше в плане циклов аккумулятора. Опять же, если сравнивать высокоток и обычный аккумулятор, высокоток меньше нагрузки на ячейки. Если бы у меня была бы обычная батарея, то элементы бы нагружались сильнее. Буду ли я сейчас менять мастера? Нет, жду экстримбегот. Да, очень жду. Интересно покататься на нем. Планирую ли менять с 18-го диаметра на 16-й диаметра? С большой вероятностью нет. Поэтому жду что-то новенькое от БиГОТ. Собственно, как-то вот так. Надеюсь, вам эта информация была полезной. Напишите, пожалуйста, свой комментарий. И не забудьте подписаться и не пропустить новый выпуск. Наслаждайтесь поездкой и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...